Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Это вечер суббота, а значит пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. С вами Мариана Мирная, я и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном. Преступление, которое шокировало всю Самару. Евгений Самсоник, которого арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы, может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Об этом на встрече с журналистами заявили представители МВД и Следственного комитета. Силовики рассказали все известные на данный момент подробности резонансного преступления. Мужчине, который по версии следствия надругался над девушкой, уже официально предъявлены обвинения. Подробности у Алины Чемерис. В том, что задержанный и есть насильник, у полицейских сомнений нет. Его опознала потерпевшая. Его причастность к преступлению подтверждают и результаты экспертизы. Следователи уже восстановили цепочку событий, приведшую к трагедии. Утром 9 октября Евгений Самсоник, слегка выпивший, неподалеку от заброшенного онкоцентра, около часа поджидал жертву. На месте 17-летней старшеклассницы мог оказаться кто угодно. Но в тот роковой день именно она пошла по злополучному маршруту. Ударил по голове и с улицы потащил в это заброшенное здание. Для подавления сопротивления жертвы, учитывая, что у нас жертва несовершеннолетняя, фактически это ребенок, 16 лет девочке, да, он изначально ударил ее по голове сзади, да, когда подбежал. Дальнейшее для подавления разбило голову бутылку и несколько раз ударил о стену головой. В общем-то, да, такое садистские наклонности, на мой взгляд, конечно, там присутствуют. Как установило следствие, Самсоник, уходя с места преступления, прихватил с собой телефон и деньги жертвы. Ранее мужчина был дважды судим. Первый раз условно, второй сидел три года за кражу. Также выяснилось, подозреваемый, отец троих детей лишен родительских прав, два его сына живут в детском доме, а от супруги уже поступали заявления о побоях. Но все же, в преступлении мужчина не сознается, говорит, на момент, когда изнасиловали девушку, был на работе. Однако это не подтвердилось, его смена закончилась за день до содеянного. На розыск Евгения Самсоника у полицейских ушла неделя, к поискам привлекли все службы, задержали мужчину по месту жительства в Кенеле. Колоссальный объем работы был проделан, чтобы его установить, потому что он ей был до этого незнаком. Установить, в принципе, сну достаточно было трудно его. У нас был проверен более тысячи человек. Нами были изъяты все видеокамеры в районе места совершения преступления, где на двух видеокамерах он у нас был запечатлен. Оперативники не исключают, Евгений Самсоник может быть причастен и к другим преступлениям сексуального характера. Сейчас это выясняется. Силовики обращаются к жителям с просьбой, если кто-то ранее пострадал от рук этого мужчины, подать заявление в полицию. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Дорожное ЧП произошло в Самаре. В яму с кипятком ушли два легковых автомобиля. Это случилось ранним утром на проспекте Ленина рядом с 16 домом. Провал образовался из-за повреждения теплотрассы. Кто будет компенсировать автовладельцам ущерб на месте, выяснила Марина Матвейшина. Когда утро начинается не с кофе, проснувшись, автолюбитель Михаил Шашов выглянул в окно и увидел, как из-под его машины валит пар. В испуге выбежал на улицу. Увиденное поразило. Буквально на глазах два автомобиля, его и соседний, проваливались в кипяток под асфальт. 12 модель, она пониже села, а моя как бы сверху на нее. Я еще залез в машину, хотел отъехать, но переднее колесо уже зацепилось за асфальт, и я не смог. Я сразу выскочил из машины, потому что здесь очень быстро все это происходило. Я думал, с машины можно уйти. Владелец второго авто подошел позже. Мужчина, как обычно, собирался поехать на работу, но на парковке его ждал такой неприятный сюрприз. Шок. Хотел посмотреть, что за машина там оказалась моя. Аварийная бригада предприятий тепловых сетей сразу же прибыла на место. Автомобили извлекли из ямы и начали работы. Пять домов отключили от отопления. Причиной всему стал порыв на трубопроводе 159 миллиметров постройки 90-го года. Срок непредельный, срок подлежит еще нормальной эксплуатации, но случаются временные технические отказы. Пока рабочие устраняют повреждения теплотрассы, автовладельцы подсчитывают убытки. Внутрь вода зашла, здесь полностью вода, вот она даже белесая. Приборные щитки запотели. Значит, здесь пар парило, тоже горячая вода. Здесь все затоплено, сиденье. Второй автомобиль пострадал еще больше. Возможно, что поврежден двигатель. Точнее, это определяют независимые эксперты. В ПТС обещают возместить убытки. В любом случае, у нас застрахованная ответственность перед третьими лицами, значит, соответственно, мы компенсируем все затраты. Отопление в домах подключили по резервной схеме во второй половине дня. Полностью завершить работу по замене трубы аварийная бригада обещает к ночи. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Самара космическая радует новостями. Самарская ракета «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур. Ее задача – вывести на заданную орбиту пилотируемый корабль новой модификации «Союз-МС-02». Пуск произошел в назначенной 11 часов 5 минут по московскому времени. На то, чтобы достичь орбиты, у самарской ракеты ушло 8 минут 48 секунд. В составе основного экипажа корабля – космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Планируемая продолжительность их полета – 130 суток. В научной программе российских космонавтов более 50 биологических, технических, медицинских и других экспериментов. А тем временем в Самаре разработали «Космический тур». Это рабочее название туристического маршрута для российских и иностранных гостей города. Тур включает в себя проживание в санатории, посещение интерактивной выставки и музей «Самара космическая». Что покажут гостям областной столицы, одной из первых увидела Валерия Макарова. Самара может стать узнаваемым туристическим брендом. Для гостей города уже готов и специальный космический тур. Его концепцию сегодня презентовали для туроператоров и журналистов. Программа рассчитана на выходные. Включает проживание в загородном санатории, экскурсию по интерактивной выставке и посещение музея «Самара космическая». Этот тур – первая реализованная идея проекта «Космоград.рф» – сайта, куда стекаются идеи по развитию города и всему, что связано с космонавтикой. Это, по сути, уже завершающий этап. Мы анонсируем конкурс на лучшие креативные идеи, которые будут размещены на сайте «Космоград.рф». Предполагаем, что наши партнеры предоставят призы для всех тех, кто разместит свои идеи на этом сайте. Для участников космического тура музей под ракетой подготовил новые экспозиции. Своей исторической откровенностью цепляет выставка «Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышеве». Она о жизни простых рабочих оборонных предприятий в 41-м, эвакуированных в Куйбышев. Сложный переезд, постоянный голод, тяжелая работа и тревожные новости с фронта. Эти военные картины сохранил на своих страницах «Дневник Филиппа Разумцева». Удивил всем, во-первых, своей открытостью. Когда читаешь этот безупречный патриотизм, отношения людей и то, наверное, терпение нации, которое было проявлено с целью достижения главного победы. Страницы дневника на выставке сопровождают подлинные экспонаты военных лет. В соседних залах история освоения космоса в матрешках, настоящие скафандры и звездные корабли. Это, наверное, самый футуристический зал музея «Самара космическая». Все экспонаты здесь о том, как кинематографисты прошлого представляли себе звездные полеты, космические станции и скафандры еще до полета Юрия Гагарина. Почти все здесь можно потрогать, рассмотреть и вчитаться. Это, конечно, заинтересовывает. И в какой-то момент чувствуешь себя так, как будто сам оказался внутри экспоната. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Будущее и прошлое всегда мирно соседствуют в Самаре. Старый город вновь обретает свет. Четырем домам, среди которых и памятники архитектуры, вернули исторический облик. Больше четырех месяцев волонтеры проекта «Томсуэрфест» трудились над обветшалами от времени фасадами уникальных зданий, каждому из которых больше века. На этот раз активисты пошли дальше, во дворы, и стали создавать искусство прямо на улицах. Как кирпичную стену превратили в арт-объект, и где можно увидеть аквариумы с волжской рыбкой, узнала Марина Кравцова. Дом на Галаксионовской, 91, построенный больше полутора веков назад, вновь обретенная достопримечательность Самары. Здание с уникальной архитектурой, деревянный модерн, большая редкость. Отмечает, по сути, свое второе рождение. Все лето его фасад чистили, красили, меняли обветшалую резьбу на новую простые самарцы. Волонтеры проекта «Томсуэрфест». Дому вернули не только былую красоту, но и добавили новые штрихи. Панно из 800 элементов на торце здания, арт-объект художника Андрея Сяйлева и коллективный труд десятков самарцев. Это своеобразный портрет города Самара 2016 года. Созданный из сотен керамических плиток, на которых напечатаны фотографии самарских домов. Многие жители найдут здесь и свой дом. Еще одна идея, зашифрованная в панно «Тетрис», где нижние слои – это исторические здания с уникальной архитектурой. Вверх – высотки из стекла и бетона. И так важно, чтобы они не раздавили уникальную красоту культурного наследия. Хороший пример оказался заразителен. Видя, как буквально на глазах преображается старое здание, соседи тоже взялись за щетки и валики. Инесса Негина с гордостью показывает, как преобразился ее дом. Здесь она выросла. Семье дом принадлежит с 1910 года. Очищать древесину Инесса Михайловна начала сама. Волонтеры не смогли пройти мимо, помогли в остальном. Даже французы участвовали, вспоминает хозяйка. Дом, конечно, преобразился, все говорят, потому что даже кто и мимо проходит, и то говорят, что дом совсем стал другой. Историческая среда Старой Самары постепенно оживает. К ремонту фасадов подключились и инвесторы. Только в прошлом году они отремонтировали 30 домов. В этом список расширится. И инициатива горожан – вклад в развитие Самары. Наша историческая часть города – это наше богатство. Это то, чем мы воистину гордимся. И от того, как мы сохраним эту среду историческую, будет во многом зависеть, в общем-то, наше будущее. Это очень важно и для молодежи. Мы воспитываем их сознание, и мы воспитываем их взгляд на наше сегодняшнее и на наше будущее. На улице Льва Толстого уже целый квартал аккуратных домиков. Три волонтера фестиваля восстановили в прошлом году, еще два в этом. Рядом появился еще один весьма нестандартный арт-объект. Приблизились к своей цели как-то перезапустить Самарские дворы. Мы преобразили трансформаторную будку. Во что ее переделать придумали дети. Они долго совещались и решили, что это должно стать аквариумом. Мы подумали, что это должно стать аквариумом с ворской рыбой. И ребята-художники преобразили эту будку на Льва Толстого. За два года участниками Томсуэр-феста стали более 200 самартов. Идею восстановления исторической среды подхватили и другие города. Фестивали провели в Казани и Бузулуке. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Пока Марина Кравцова гуляла по Старой Самаре, Андрей Горгуленко и того больше совершил путешествие в начало прошлого века. Мужчин в шинелях и дам в старинных платьях можно было увидеть не только в музее. Участники фестиваля «Ожившие страницы истории» показали горожанам один день из жизни Старой Самары. Улица Ленинская погрузилась в эпоху гражданской войны, когда Красная Армия освобождала город от правления комитета учредительного собрания. С места событий репортаж нашего военного корреспондента. Срочно телеграфируйте. Красные в Самаре в городе стреляют. Но мирным жителям ничего не угрожает. Ведь сегодня просто реконструкция событий 1918 года. Тогда, 98 лет назад, к власти в Самаре пришел комитет учредительного собрания. При поддержке Чехословацкого корпуса пять членов Камуча возглавили правительство. Но у власти они продержались только пару месяцев. Красная Армия 7 октября 1918 года вошла в Самару. Вошла дивизия под командованием Гая и отряд Захарова. Здесь только шли прикрывающие бои, чтобы Красная Армия быстро не наступала. Гражданская война – это не только бои и сражения, но и повседневный быт мирных жителей. Поэтому зрители, кроме выстрелов, увидели жизнь обычной Самарской улицы того времени. С гуляющими парами, газетчиками и лоточницами. У меня роль такой городской дамы. Скорее всего, это учительница. Какой-то такой интеллигентный слой. Потому что интеллигенция одевалась в белые блузки, узкие юбки. И, в принципе, конечно, оставались еще меха, несмотря на разруху. Это история, это традиции. Об этом надо помнить, это надо знать. И это очень интересная идея. Мне кажется, это нужно поддерживать. Фестиваль «Ожившие страницы истории» проходит в Самаре уже в седьмой раз. И его название стало уже определенным брендом, который каждый год собирает большую публику. Народ очень любит этот фестиваль, приходит в большом количестве. Волонтеры уже который год с большой радостью у нас соглашаются принять участие в фестивале, поскольку для них это большая радость – переодеться именно в эпоху почти столетней давности. Всего в реконструкции событий 2018 года приняли участие 150 участников из 8 российских городов. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Смело, ярко, креативно в Самаре прошли 16-е по-волжские сезоны Александра Васильева. 24 молодых дизайнера постарались удивить жюри своим головокружительными коллекциями. Кому удалось лучше всего, знает, как выяснилось, наш модный эксперт Андрей Горгуленко. Фольклорные мотивы, Франция 30-х годов, классическая русская литература и полет Гагарина в космос. Показы авторских коллекций молодых модельеров вызывали самый широкий спектр ассоциаций. А все потому, признаются дизайнеры, вдохновение может поджидать в любом месте. Везде, на улице, дома, в телевизоре, можно просто увидеть какой-то красивый кубик, травку и вдохновиться. Дизайнеры должны быть достаточно разносторонней личностью, интересоваться всем, желательно не понемножку, а углубляться в какие-то темы. Тогда коллекции будут качественными. Однако, чтобы впечатлить жюри по-волжских сезонам во главе с известным историком моды Александром Васильевым, одного вдохновения мало. Необходимо уловить современные модные тенденции и учесть их, создавая образы из своих уникальных идей. Некоторые да, а некоторые нет. Не до всех, может быть, сразу все ясно дошло, но те, кто учел и получат хороший приз, я уже видел все, что они покажут. Знаю, кто замечательно, а кто менее. И я надеюсь, что вы будете согласны с моим выбором. Есть очень талантливая работа. Победителем 16-х поволжских сезонов стал Александр Курочкин из Курска. Он предстал самым ярким и запоминающимся среди 24 дизайнеров из 16 городов России и ближе всех подошел к цели – создать образ для повседневной жизни. Конечно, костюм «Реальность» – это то, что можно носить. Далеко не все изделия, представленные здесь, именно подходят для жизни. Но какие-то из них могли бы подойти для театральных постановок, для математических праздников. С каждым годом фестиваль становится популярнее. Если раньше билеты можно было купить и в день конкурса, то в этом году они были выкуплены заранее. И высокие зрительские ожидания были полностью оправданы. Я получу удовольствие, честно скажу, от наших зрителей, от наших моделей, от наших очень талантливых людей. И даже та глубинка хворостянка, которая была у нас, она нас сильно потрясла и весь зал хлопал. Ну то есть браво, как всегда, все очень здорово. Каждый год поводские сезоны открывают зрителю молодых дизайнеров. Каждый обладает своим смелым и уникальным стилем. И зрители могут быть уверены, что они теперь в курсе современных модных тенденций. Ну и я, в свою очередь, стараюсь не отставать. Клечатые рубашки в воде. Борода тоже. Вы попали. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Не знаем мы, где верный путь, и не судить, а плакать надо. В Самаре, в доме на Галактионовской, открыли мемориальную доску в память о пребывании там Марины Цветаевой. Поэт Серебряного века, она пережила множество роковых событий того времени. И все это отразило в своем творчестве. На церемонию открытия прибыли самые главные цветаевцы страны. Продолжит Олеся Корецкая. В Самаре Марина Цветаева была в 1911 году проездом. Они вместе с мужем Сергеем Эфроном направлялись в Башкирию на Кумысо-Лечение. Одни историки считают, что Марина Цветаева провела в Самаре всего 40 минут. Другие утверждают, что она прожила здесь две недели. Вот в этом доме, на Троицкой 35. Сейчас это Галактионовская 41. Огненные кисти рябины как символ знаменитых строк. Отметить пребывание Цветаевой в Самаре решили школьники и педагоги 174-й школы. Три года они собирали данные и средства, готовили проект мемориальной доски. Перед торжественным открытием сделали на фасаде дома небольшой ремонт. Спасибо большое, конечно, городу, что город понял, правильно сказано было, что город понял, что Марина и Самара – это еще одна страница в великой биографии еще более великого поэта России и всего мира Марины Ивановны Цветаевой. На открытие мемориальной доски в память о великом поэте прибыли самые главные цветаевцы. Среди них народная артистка России Светлана Крючкова. Она изучает творчество и жизнь Марины Цветаевой больше 40 лет. Уже сроднилась с ней и буквально говорит ее стихами. У меня есть программа, которая называется «Отказываюсь быть». Начиная буквально со стихотворения, написанного в 17 лет, в день рождения. «Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, вот дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня». Мне ее безумно жалко. Когда я говорю о Марине, я испытываю страшную боль. Болит внутри, просто болит. Марина Цветаева хоть и писала 100 лет назад, но она поэт на все времена, отмечает Светлана Крючкова. Ее наследием увлекается много молодежи. Они вместе с гостями цитируют любимые строки. В следующем году в Самаре будут отмечать 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. На базе 174-й школы планируются цветаевские чтения. Была она здесь 40 минут или две недели – уже неважно. Марина Цветаева осталась в памяти людей навсегда. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Прекрасному везде есть место. Свой фруктовый сад появился в первом следственном изоляторе. Надзиратели и члены Самарского общественного совета при ГУФСИН России посадили 40 саженцев. Зачем, знает Андрей Горгуленко. Через полгода в первом СИЗО по-настоящему запахнет весной, когда расцветут все вишни, яблони, сливы, пусты гортензии и барбариса. 40 саженцев украсили внутренний двор следственного изолятора, чтобы заключенным мир за колючей проволокой не казался таким уж мрачным. Было принято решение, предложение посадить сад. Для чего? Для того, чтобы жилось, как бы, можно сказать, веселее осужденным и приятно было ходить на службу сотрудников. Потому что там, где деревья, цветы, там вся красота. Красота, как известно, спасет мир. Работники СИЗО с большим энтузиазмом высаживают плодовые деревья. Обещают ухаживать за ними по всем правилам, ведь хочется скорее собрать первый урожай. В этом деле есть на кого равняться. В 15-й колонии сад в этом году уже принес свои плоды. Ягоду, выращенную за решеткой, отправили в тюремный дом ребенка. Польза двойная. И детям витамины, и осужденным трудотерапия. Для того, чтобы они через эту дверь не только могли войти, так сказать, в преступное, к сожалению, миропонимание, но и по возможности из этого преступного миропонимания выйти. Жизнь показывает, что на самом деле только труд является той действенной терапией, которая и может привести человека, вернуть его к нормальной жизни. Атрибуты нормальной жизни не только снаружи, но и внутри. Чтобы скрасить часы ожидания свидания в тюрьме, в изоляторе появился книжный уголок. Библиотека из 320 произведений. На полке русская и зарубежная классика. Правда, на вопрос журналистов, а почему здесь нет романа Достоевского «Преступление и наказание», надзиратели ответили. Слишком мрачная книга для здешних не столь отдаленных мест. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С каждым днем погода все холоднее. На нас дуют ветры с северного ледовитого океана. Мысли о грядущей зиме не покидают коммунальщиков, но они готовы встретить ее во всеоружии. На главной площади Самары, площади Куйбышева, прошел смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машину на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега, это зимой узнала Марина Матвейшина. Мал да удал мини-погрузчик, несмотря на свои размеры, может похвастаться выносливостью, работоспособностью и мощностью. А уж маневренностью и мобильностью даст фору любому большому трактору. Он маленький, везде можно проехать по тротуарам, в обслуживании очень прост. Много расходов на него не надо. Очень удобно. Еще один большой плюс погрузчика – его универсальность. Машину можно использовать и летом, и зимой. Навесное оборудование меняется в считанные секунды. Погрузчик очень легок в управлении, и даже я смогу им управлять. Здесь все понятно на интуитивном уровне. Давайте посмотрим, как у меня получится. Нажимаем на газ и поднимаем ковш. Десятки мини-погрузчиков, тракторов и самосвалов, а также знаменитой своей эффективностью погрузчик «Золотые ручки». Служба ЖКХ и благоустройства демонстрирует свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холода. В этом году на улицы города выйдут порядка 300 единиц. И еще 250 принадлежащих управляющим компаниям и их партнерам будут расчищать дворы от снега. Мы видим, что в принципе все готовы. И к первым снегопадам, и к последующим. Попробуем. И я думаю, мы справимся с теми ошибками, которые были допущены, незначительные и допущены в прошлом году. Реагенты в настоящий момент на первые снегопады заготовлены. Идет плановая подготовка и завоз реагентов к зимнему периоду 2016-2017 года. Заготовить запланировали порядка 15 тысяч тонн реагентов. К труду и обороне готовы дворники и кровельщики. Именно они будут первыми принимать удар на себя этой зимой. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Такой была эта неделя глазами наших корреспондентов. Удачных вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»